Если посмотреть с одной стороны, Ритик Рошан прожил благословенную жизнь. Он родился с потрясающей внешностью и потрясающими танцевальными способностями. Его отец спродюсировал и снял его дебютный фильм, который сделал Ритика звездой за одну ночь. Он женился на своей юношеской любви и стал отцом двух прекрасных сыновей. Всё просто, чудесно и идеально. Но если посмотреть с другой стороны, то все эти дары просто уравновешивают его беды. Потрясающе красивое лицо, чтобы компенсировать деформированную руку. Изящное тело, чтобы компенсировать дефект речи, который всё ещё его мучает. Два идеальных сына, чтобы компенсировать его распавшийся брак. Успех за одну ночь, чтобы он смог поддержать свою семью, которая борется с одной трагедией за другой. Ритик родом из киносемьи, да, но не из той, что жила легко и на широкую ногу, а из той, которая много боролась. Его дед Рошан был одним из первых хинди-музыкантов в кино. Он приехал с Пенджаба и прошёл путь от работы на радио All India в качестве штатного музыканта до работы в Болливуде. Он играл музыку, сочинял песни и партитуры, зарабатывая по меркам тех лет совсем немного. А в 50 он умер, оставив двух сыновей, старшему из которых едва исполнилось 18. Ракеш Рошан был старшим. Его семье нужны были деньги, поэтому он бросил учёбу и пошёл просить работу там, где смог её найти. А именно, среди друзей своего отца в киноиндустрии. Он начинал как помощник режиссёра и через три года получил свою первую актёрскую роль, вовсе не главную. Роли второго плана были специальностью Ракеша. Сегодня они приносили бы славу. Но тогда заработков с ролей второго плана едва хватало, чтобы содержать его большую семью. В 1974 году 19-летний младший брат Ракеша Раджеш смог внести свой вклад, когда его песни выбрали для фильма. Раджеш унаследовал музыкальный талант отца и имел сильную поддержку брата, который всеми силами помогал ему в индустрии. Раджеш был одним из самых популярных композиторов Болливуда 70-х и 80-х годов. Сегодня это означало бы контракты на альбомы и концертные туры. Тогда это означало долгие часы в душных студиях за небольшую плату. Ракеш женился на девушке из своего круга общения – Пинки. Её отец был продюсером и режиссёром Джейом Пракашем, одним из тех, кто сжалился над Ракешем и нанял его. Джейом Пракаш был успешным продюсером. Его семья жила намного лучше, чем усиротевшая семья Рошан. Но не сказать, что Пракаш шоковал. Ракеш снялся в фильме Джейома Пракаша в 1972 году. Вскоре после этого женился на его дочери Пинки. Их первенец, дочь Сунайна, родилась в том же году. Ритик родился в 1974 году, когда Ракешу было 25 лет. Ритик не воспитывался как звёздный ребёнок. На нём не было сосредоточенного внимания СМИ, не было сказочного богатства. И он не водился с богатыми и знаменитыми. Его отец, дядя и дед много работали, чтобы семья ни в чём не нуждалась. Ритик пошёл в хорошую школу, отучился в ней и начал работать в семейном бизнесе. В детстве он мечтал стать астронавтом. Его интересовали тайны космоса, луны, звёзды, планет. Он часто проводил время с матерью в планетарии или зоопарке, так как животные его тоже увлекали. Но от судьбы не уйдёшь. На самом деле, он впервые появился в кино в 5 лет. Когда он был в гостях у дедушки на съёмочной площадке фильма «Певица Аша», то начал танцевать под музыку, и дедушка заставил своего оператора записать это так, чтобы Ритик не заметил. Позже он про каш вставил эти 8 секунд танца в финальный фильм. Это был дебют маленького Ритика в кино. В 1980 году у него случилась настоящая роль в фильме «Без ума от тебя», где он сыграл героя в детстве. Роль в титрах не указана. До того, как у Ритика вышла первая заметная роль в фильме «Божественный папа» 1986 года, он успел засветиться в четырёх лентах. В 13 лет Ритик уже работал помощником режиссёра и все школьные каникулы проводил на съёмочной площадке. В 16 он точно знал, что хочет стать актёром. Но родители не были так уверены. У сына были проблемы со здоровьем. Ему диагностировали сколиоз, из-за которого каждое движение причиняло дискомфорт. К тому же актёрская профессия считалась рискованной и неопределённой. Мама Ритика хотела, чтобы он сначала получил высшее образование. Он подчинился её желанию, поступил в хороший колледж, но позже серьёзно задумался о том, чтобы стать звездой. У него была внешность отца и музыкальные способности семьи Рошан. Только не в сочинении песен, а в танцах. И он буквально вырос на съёмочных площадках. У него было всё, что нужно, чтобы стать звездой. Почти. Ритик в подростковом возрасте был худым и неуклюжим, слишком высоким. А ещё с самого детства он боролся с заиканием. Он был одарённым, но к кино не был готов. Поэтому в течение двух лет он готовился. Ходил в спортзал, занимался спортом и превратил своё тощее и неуклюжее тело в шедевр. Сделал себе стрижку под крутого парня, научился говорить, как крутой парень. В общем, превратил себя в звезду. А тем временем его отец готовился, бегая туда-сюда и выискивая финансирование для фильма и сценария мечты с сыном в главной роли. Ракеш сам сел в режиссёрское кресло, а его брат делал музыку. Всё это время Ритика поддерживала его девушка, Сюзанна Кхан. Сюзанна происходила из такой же семьи, как и он. Может быть, даже немного лучше. Её дядя Ферос Кхан – большая звезда 80-х и продюсер нескольких хитов всех времён. А отец, Санжай Кхан, тоже актёр и продюсер, хотя и менее успешный. Он также был печально известен своим романом и последующим избиением актрисы Зината Мана в 80-х. Был ещё один скандал, когда двоюродный брат Сюзанны, Фардинг Кхан, довольно многообещающий молодой актёр, был арестован за наркотики в начале 2000-х. Корни Сюзанны немного необычные. По отцовской линии её дед был афганцем, а бабушка – иранкой. Они мусульмане и этнически к Индии не принадлежали. Критик говорит, что впервые увидел и влюбился в Сюзанну на светофоре. Так же, как это показано в его первом фильме «Скажи, что любишь». Он был на байке, а она на машине. Он увидел её и влюбился. Позже увидел её на вечеринке, подошёл, познакомился и предложил дружбу. Он был пинджабским индусом, она – афганкой и иранской мусульманкой. Но это не имело значения, потому что они оба были детьми киносемей, и это было важнее. Ритик и Сюзанна встречались три года, готовясь к его дебюту в кино. И, наконец, как только его фильм вышел, они поженились. Фильм «Скажи, что любишь» стал неудержимым хитом. Я не думаю, что я смогу передать, насколько это был большой успех, побивший все рекорды. Ещё никогда Болливуд не видывал такого достижения для первого фильма актёра. Ритик лёг спать славным мальчиком, сыном небольшой семьи киношников, мечтающим когда-либо жениться на своей девушке, а проснулся покорителем целой нации. «Скажи, что любишь» вышел в нужное время и в нужный час. Пришло время для появления нового типа звёзд. Интернет тогда только-только начал развиваться, а появилось спутниковое телевидение. В то время, как Ханам приходилось давать десятки интервью журналам, пытаясь проникнуть в национальное сознание, Ритик смог прийти и завоевать Индию за считанные дни. Его фильм вышел везде. Его песни звучали на каждом телеканале и с каждого утюга. Его лицо смотрело с плакатов повсеместно. Такая слава – вещь непростая. Ритик справился с ней на удивление хорошо. Он не стал снобом, не зазвездился, а остался скромным и порядочным. Статьи того времени описывают его как серьёзного, тихого, молодого человека, который любил слушать других. Но некоторые эффекты просто невозможно было убрать. Например, его следующие фильмы. Начинающие актёры обычно подписывали контракты и работали над как можно большим количеством фильмов, чтобы они могли произвести впечатление на зрителей. Ритик планировал то же самое, и ещё до выхода первого проекта у него уже были подписанные фильмы. Это были идеальные подходящие роли для начинающего молодого актёра, но они не подходили для той мега-звезды, которой он стал за одну ночь. Вместо того, чтобы расти от фильма к фильму, Ритик отыграл в картинах, которые были ниже его уровня, и тратил на них свою драгоценную свежую ценность. За три года у него вышло восемь проектов. Полагаю, более высокомерный актёр отказался бы от некоторых проектов в пользу более громких предложений, или просто взял бы отпуск. Но Ритик поступил достойно и сдержал все свои обязательства. Ритик отравили всю школу, у него был серьёзный дефект речи. Он, понятное дело, чувствовал себя неуютно на интервью, был медлителен и осторожен в том, что говорит. Вместо того, чтобы приспособиться к центру внимания, научиться подавать себя так, чтобы чувствовать комфорт, его сразу бросили в пучину славы, где ему предстояло либо утонуть, либо плыть. Опять же, он справился на удивление хорошо. Никаких крупных скандалов, никаких крупных промахов. Но он всё ещё чувствует себя неуютно на интервью и во взаимодействии со СМИ. К сожалению, невероятный успех Ритика в начале карьеры привёл к трагедии. Это был 2000 год. Мафия всё ещё правила Болливудом. И Ритик был их главной целью. Мафиози хотели заставить его сниматься в их фильме, чтобы гарантированно получить успех. К счастью, отец Ритика Ракеш Рошан принял удар на себя. Он дал понять, что Ритик не принимает решения сам. За него это делает Ракеш. Если мафия собралась кому-то угрожать, пусть угрожает ему. Ракеш превратился в живой щит перед своим мальчиком. В январе 2000 года, через неделю после выхода «Скажи, что любишь» сделавшего Ритика звездой за одну ночь, Ракешу выстрелили в грудь и руку члены банды в отместку за то, что он лишил их доли зарубежной прибыли фильма. Ритик превратился из никому неизвестного парня в звезду, а через неделю почти в сироту. Рошаны поставили все на своего сына. Они заложили дом и взяли ссуду в банке. Если бы его дебютный проект не сработал, они бы жили на улице. Но он сработал. С тех пор мы видели, как семья за семьей пыталась воссоздать магию Ритика. Джики Пхагнани и Харман Баведжа и целая череда Алькапуров снимались ради статуса хита «За одну ночь». У них были более именитые партнеры, режиссеры, даже песни, которые их поддерживали. И они не смогли воссоздать то, что удалось Рошанам, потому что они были не Ритиком. Но весь этот талант и совершенство не могут гарантировать гладкую жизнь, личную или профессиональную. Ритик женился на Сюзане Кхан в декабре 2000 года. Через 11 месяцев после премьеры «Скажи, что любишь». Их свадебные фотографии прекрасны. Счастливая, улыбающаяся пара. Ритик и Сюзанна приняли решение сделать свою историю любви публичной. Они оба выросли в семьях, где звездная жена не была такой публичной фигурой, как ее муж. Но Ритик хотел разделить свою славу с любимой женщиной. Сюзанна была одной из первых известных жен Болливуда, которая буквально везде шла рука об руку с мужем. Я верю в их историю любви. Это был не самый простой брак. Разное религиозное и этническое происхождение. И оба были молоды на момент свадьбы. Ритику 26, а Сюзанне 22. Карьера Ритика только начиналась. Первые годы их брака также были ранними годами карьеры Ритика. За три года он выпустил 10 фильмов, смешивая легкие мелодрамы с серьезными драмами. И ни один из них не был хитом уровня его дебюта. Но при этом и больших провалов у Ритика не было. Он будто бы топтался на месте. А затем появился «Ты не одинок», где Ритик снова вернулся к работе со своим отцом. Концепция фильма была странной. Инопланетяне, сверхспособности и хрупкий мальчик-мужчина, которому просто нужна была любовь. И это был огромный, огромный хит. В возрасте 29 лет Ритик снова оказался на вершине. И, наконец, смог выдохнуть и не торопиться. В следующем 2004 году он снялся только в одном фильме с серьезной драмой с серьезной ролью и одним из самых сложных и зрелищных танцевальных номеров в его карьере. В фильме «Цель жизни». Проект провалился, но Ритик выжил. Затем он снова рискнул, работая со своим отцом в индийском фильме о супергероях. Это было в 2006 году, до того, как фильмы Марвел охватили Индию и доказали, что супергерои могут нравиться зрителям. Криш никогда не считался великим фильмом. Качество съемок, например, освещения, в нем хуже, чем в «Ты не одинок». Но Криш стал популярным, принес деньги и сделал Ритика любимым детьми и семьями. Позже, в этом же году, его новый статус героя большого красочного семейного фильма был подтвержден выходом проекта «Байкеры 2». Ритик был на коне и в профессиональной, и в личной жизни. В 2006 у него родился первый ребенок, сын Ри Хан. Рождение ребенка всегда вызывает у человека личную переоценку. Может быть, поэтому Ритик решил отвернуться от блокбастеров, которые принесли ему успех, и поискать что-то другое. Его следующим фильмом стал Джод Хэйакбар. Сложная историческая драма, которой он всецело посвятил себя на два года и получил самые восторженные отзывы от критиков в своей карьере. В том же году родился его второй сын, Ридан. Жизнь была прекрасна, золотой мальчик был на коне. Однако всего два года спустя все начало разваливаться. Проект «Воздушные змеи» был снят в надежде сделать из Ритика международную звезду. Барбара Мори, мексиканская актриса, снимающаяся вместе с ним, была подтверждена на роль, чтобы помочь Ритику пробиться в Южную Америку. Но этого не произошло. «Воздушные змеи» провалились в прокате, а его личная жизнь внезапно наполнилась скандалами и драмами. Хотя еще в начале карьеры в СМИ ходили слухи, что у Ритика роман с Кариной Капур. Но тогда это были только слухи. После выхода же «Воздушных змеев» журналисты на полном серьезе стали писать, что Ритик спит со своей партнершей Барбарой Мори. Мол, люди из его окружения с радостью сливали новости в прессу. Что бы ни происходило, Ритик и Сюзанна вышли из этого периода скорее слабее, чем сильнее. После 2010 года в прессе время от времени стали писать о том, что Сюзанна с детьми то уходит из дома к родителям, то возвращается. В это время Сюзанна снова начала работать. Она дипломированный дизайнер интерьеров и много лет работала с матерью. Но в 2011 году они с Гаурик Хан начали совместный бизнес. Сюзанну все чаще стали видеть на публике без Ритика, и поклонникам все больше казалось, что пара живет раздельно. В 2013 году начали ходить странные слухи о том, что у Ритика серьезные отношения с его коллегой по фильму «Криш 3. Канган и Ронаут». Это была странная пара. Кангана позиционировала себя как очень прогрессивную, феминистскую и артистичную. Ритик же четко ориентирован на семью, с небольшой группой друзей в индустрии. У них даже не было общих друзей, и Ритик все еще был женат. Подробности этого периода здесь я рассказывать не буду, так что если кто-то захочет подробнее узнать о том, как начался и как закончился их роман, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я могу на эту тему сделать отдельное видео. В общем, слухи о романе Ритика и Канганы вскоре были омрачены внезапным шокирующим заявлением о том, что Ритик и Сюзанна расстались. Актер просто сделал заявление о том, что все еще любит жену, но их брак закончился. В 2014 году они официально развелись, при этом остались в хороших отношениях и не стали врагами. Никто не знает, почему Ритик и Сюзанна развелись, но похоже, что это был долгий процесс. Еще в 2012 году Ритик давал интервью, связанные с выходом фильма «Огненный путь». В них чувствовались его тяжелые эмоциональные переживания. Он сказал, что это из-за болезненной травмы спины, которую он получил во время съемок и которая приковала его к постели на несколько недель и привела к депрессии, но это звучало как нечто большее. Его физическая боль продолжилась и в 2014 году, после развода, когда он получил еще одну травму во время съемок фильма «Пив Пав». Во время исполнения одного водного трюка, Ритик нырнул головой вниз и выплыл с разбитой головой и головной болью. Врач на съемочной площадке осмотрел его. Казалось, все было нормально, но боль сохранилась, и через несколько дней ему, наконец, сделали томографию мозга, где обнаружили сильное кровотечение. Последовала срочная операция, и через несколько недель Ритик снова выполнял свои трюки. Тело всегда было главным источником славы Ритика. Он был спортивным, играл супергероя. Танцы выделяли его с самого детства, а теперь он стареет, и его тело уже не такое здоровое. У него не было по-настоящему большого танцевального номера с 2014 года. Он начинал с любящей семьи, преданной девушке и тела, которое было даром от Бога. Он потерял Цюзанну, теряет тело и потерял семью. Три года назад он вновь влюбился. Как сообщается, все началось с того, что Ритик поставил лайк и поделился видео с Сабой Азад в Твиттере. Актриса ответила Ритику, поблагодарив его, и они начали общаться. Поначалу дуэт скрывал отношения, но в свой 48-й день рождения актер подтвердил отношения с Сабой, приехав с ней на празднование рука об руку. Говорят, Ритик Рошан не из тех мужчин, с кем легко жить. Честно говоря, ни с одной суперзвездой жить нелегко. Но поклонники очень надеются, что сегодня он по-настоящему счастлив. На сегодня у меня все. Если вам понравился ролик, ставьте лайк. С вами была Мила. До встречи в новых видео.